Дагубинский театр поставил себе высокую планку – выпустить на своей сцене «Чайку» Чехова. Пока актеры и режиссеры находятся в процессе творческих исканий, но многое уже сделано. Именно поэтому театр решился на неординарный ход – пригласить зрителей на эксклюзивный показ еще не готового спектакля. Это другой формат. Это спектакль-репетиция, во время которого режиссер имеет право остановить показ, если считает, что актеры не справляются с поставленной задачей. Мы допускаем такую возможность, что если что-то пойдет совсем не так, остановить спектакль и начать с какого-то места еще раз. Именно для того, чтобы ни в коем случае не купиться на эту дешевую необходимость замаскировать все прыщики на своем лице. Не это нам важно. Нам важно правдивое лицо нашего спектакля и нашего актера. Авторы спектакля не исключают, что эта работа может разочаровать тех, кто не приемлет проведение экспериментов над классической литературой. Но именно этот стереотип пытается разрушить Олег Шапошников и Георгий Сурков. Нет никакой классической чайки, нет никакой чайки в традиционном восприятии. Есть Антон Павлович Чехов и есть театр. А театр отличается от всего другого искусства, которое только есть в нашей жизни, только тем, что театр – это здесь, сейчас, сегодня, прямо сейчас. Одну из главных ролей в этом спектакле сыграл режиссер Георгий Сурков. По его признанию, Антон Павлович Чехов как будто бы посмеялся над ним. Дело в том, что, закончив обучение в Латвийской академии культуры и получив диплом режиссера, Георгий пообещал себе никогда не ставить Чехова, никогда не пробовать себя в роли актера и никогда не работать в тандеме с другими режиссерами. Но в результате все-таки принял предложение Олега Шапошникова. Жалеет ли он об этом? Нет. А как режиссер Сурков оценивает себя в роли актера? Я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что я не режиссировал сам себя. Я в этом случае абсолютно отдался в руки режиссера Олега Шапошникова, потому что я не в состоянии сам себя режиссировать на сцене. Роль доктора блистательно сыграл Юрий Кушпелло. Как актеру и знаменитому телеведущему работал и с двумя режиссерами. Вопрос сложный, он действительно сложный. Нет, возникали, конечно же, это они так немножко лукавят о том, что им было несложно. Мы не видели всей этой кухни, отчасти не видели, но иногда и действительно были столкновения прямо во время репетиции, когда один режиссер высказывал свою точку зрения, второй режиссер свою точку зрения, и вот между ними что-то такое разгоралось, актеры вот так переглядывались, ну и нам было позволено. Это не была игра в демократию, это действительно была демократия, и мы высказывали свои мнения, свои ощущения, и вот тогда как-то складывалось все это вместе, поэтому и есть какое-то вот такое одно решение. Роль Нины Заречной сыграла литовская актриса Йовета Балчунайте. Она была искренней, эмоциональной и отчаянной. Актриса не просто играла эту роль, она проживала жизнь Нины Заречной, женщины, которую любили и которая хотела любить. После премьеры Йовета рассказала нам, что успела влюбиться в наш театр и зрителей. Мне так понравилось, мне очень понравилось людей, я здесь met people, все такие открадушные, все такие очень... И когда я здесь в первый раз пришла, все мне очень хотели помогать. Посмотреть «Чайку» на сцене до выпускного театра можно будет 8 и 11 февраля. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!